здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер сегодня мы беседуем с российским актером театра и кино геннадием смирновым геннадий добрый вечер добрый вечер привет привет а геннадий большое спасибо вам за то что вы в это для вас позднее время уделяете нам время для наших радиослушателей для нас это очень важно тем более что есть о чем поговорить о тех событиях которые последнее время проходят происходит в россии я не ошибусь если скажу что главным теле событием ушедшего года является сериал вертинский до огромное спасибо режиссер дуни смирнова и всей команде и конечно в первую очередь актером сыгравшие в этом фильме великолепная работа и алексея филимонова но я вам скажу честно для меня самым большим эмоциональным потрясением хорошим таким эмоциональным потрясением была ваша роль где вы сыграли аккомпаниатор александра вертинского михаила полякова человека нетрадиционной ориентации отвергнутого обществом а вот в лице значит актера мажухина это очень хорошо видно вы сыграли такое одиночество человека но у меня такой вопрос почему вот эта формула от у его всегда настолько вот даже сейчас популярна и в российском обществе и в мире в целом как вы думаете ну про мир в целом не могу сказать нашим и давно никуда не выезжаем я забыл уже как пересекать границы но про россию и мне кажется я понимаю у нас снова этап когда нужно найти каких-то виноватых казалось что мы от этого уже ушли казалось что это преодолено в россии и в истории и в российском обществе но вот выяснилось что нет опять надо чтобы кто-то был виноват опять какие-то враги опять нужно найти на кого свалить свои собственные провалы и тут конечно есть ряд категорий людей которые легче всего ложатся как бы вот в эту задачу проще всего чтобы это были там евреи например это первое что придет в голову какому-нибудь сам шилому такому человеку из прошлого без века или там кей или ну кто угодно по национальному принципу по принципам сексуальной ориентации гражданство вот понаехали мигранты они тоже ну то главное что не я я-то хороший я все делаю хорошо поэтому вот список людей которые нам мешают мне казалось что мы как-то это преодолели уже нет все вернулись детства спасибо родной партии я себя чувствую не на 49 лет она 9 потому что так же как в моем детстве нас окружает нато реваншист бонские реваншисты строят коварные планы значит ястребы и из пентагона и вот это все с чем я вырос вот этот вся чушь она снова вокруг то есть с одной стороны это страшно потому что но не может же этот трындец повторяться в чистом виде второй раз в течение одной человеческой жизни а с другой стороны еще раз говорю спасибо родной партии мне снова 9 мне у меня каникулы скоро с первого числа и может быть даже папа принесет билет на елку спасибо дорогие товарищи геннадий а как вы думаете почему все таки такое произошло смотрите в семидесятых восьмидесятых годах театр ну давайте будем говорить о театре это был такой оппозиционер общий до устоям того времени и высоцкий театра любимого и театра тавстоногова а это была такая оппозиционность где-то открытая где-то скрытая и общество если смотреть кадры того времени документальные люди просто были со светлыми лицами и как бы все соскользнуло вот в прошлое а почему такое произошло ну я не знаю мы просто наверное не можем еще избавиться от того что накопилось за очень долгие годы это в отличие от всех других стран как чем через тоталитарные этапы прошли очень многие страны в мире европе так вообще половина просто не только россия и советский союз но ни у кого не было это так длинно так глубоко нигде не было уничтожено до такой степени все предыдущие для того чтобы построить социализм пришлось пожертвовать огромным количеством людей которых никогда не вернуть то есть это все было перепаха на намного глубже чем у других тому соседей западнее нас поэтому и последствия дольше и тяжелее ощущаются событием последнего времени было выступление александра николаевича сокурова встречи с президентом путиным это ваш как в городе да вы живете в одном городе в санкт-петербурге это величайший человек я вообще считаю что это наш величайший современник художник великий и вот он озвучил несколько мыслей по устройству россии как мне кажется очень культурно красиво президент путин ответил сдержанно я бы не сказал что как-то немножко раздраженно раздраженно и вот александр николаевич пропал с видимых радаров вот его сейчас нету он не дает интервью как вы думаете почему такого человека притесняют тем более там рамзан кадыров очень жестко на него ну скажем дворовым сленгом наезжал а как такое возможно это же лучший художник сегодня россии я немного с александром николаевичем знаком потому что я один из попечителей фонда благотворительного антон тут рядом который помогает семьям где люди с аутизмом а первый такой в россии а петербурге единственный и он тоже один из попечителей поэтому время от времени встречаемся и поэтому воду или на каких-то премьерах я должен сказать что александр николаевич человек невероятной скромности не показной а внутренней ему все время кажется что он кому-то мешает при том что он как раз только помогает и как именно поэтому он стал таким нравственным ориентиром для огромного количества и творческих людей и и зрителей широких потому что он как раз воплощает вот противоположную тенденцию противоположную тому что мы только что говорили до возвращение вот этого всего советского плохого советского самого плохого советского потому что там бесплатные детские садики и поликлиники никто возвращать не собирается а вот кгб и доносы это все с радостью значит возвращают и социальное расслоение огромное он как раз абсолютно противоположная тенденция она к сожалению малочисленная эта тенденция как это функция которую всегда русская культура и российская если шире говорить большая российская культура она больше всего этим всегда и занималась маленьким человеком его обидами его болью что человек простой обычный человек на соседней улице он важнее любых государственных побед что его судьба нисколько не дешевле судьбы какого-нибудь большого политического деятеля и так далее вот он как раз есть продолжатель он есть вот эта ниточка который соединяет сегодняшнюю россию которая нам во многом не нравится стой который ну который была и какая какая нам хотелось бы чтобы но к сожалению это всегда как только начинаешь говорить что в нас плохого что мы неправильно делали сразу начинается вот это вот что сегодня было на суде над мемориалами когда прокурор говорит потому что они все время хотят внушить нам чувство вины что они все время нас хотят поставить на колени а при этом мы называем себя христианской страной православной где вообще-то покаяние и поиск в себе греха и того что ты неправильно сделал да или или твой народ больше там и так далее и всех ошибок это основное как это вот у них в голове совмещать я не очень понимаю к счастью что есть такие как александр николаевич сокуров и как другие хотя их и немного они существуют значит есть надежда что мы этот вот шанс нравственный не потеряли еще хотя она и все меньше геннадий вот смотрите а моисей 40 лет водил евреев по пустыне чтобы они значит забыли то что происходило в египте а проще говоря перестали помнить рабство на днях исполнилось 30 лет со дня окончания крушения окончания по-разному говорить советского союза а как вы думаете может быть дело в том что еще мало времени прошло может быть нужно еще лет 10 чтобы российское общество избавилась от этого советского человека так как все-таки у руководства страны сейчас стоят вот эти комсомольцы добровольцы то что это глубоко советские люди самом плохом смысле этого слова ну да может быть и времени прошло я смотрю на поколение которое выросло уже при дорогом платье платье то есть люди родившиеся в 2000 году они уже институты закончили а другого никакого они начальство никогда не видели они конечно очень отличаются очень отличаются они внутренние гораздо более свободные них нету вот этого страха который во мне есть честно потому что я застал самый расцвет еще до когда умер брежнев не было 10 лет и это уже сознательный возраст когда ты еще ничего особенно делать не можешь но впитывая что уже хорошо а у них вот этого этой школы вот этого вранья когда по телевизору одно в жизни другое когда на линейке нужно сказать одно а потом пошли за угол в школе покурить и там совершенно противоположные у них нет вот этого опыта вранья и двоемыслия их никогда не заставляли это делать поэтому мне кажется что вот это поколение которая сейчас начнет постепенно нас уже таких позднесоветских детей вытеснять вот у меня на них есть надежда хотя она может тоже это у меня такая творческая фантазия очень может быть на самом деле они наденут коричневые рубашки ну я не знаю все что угодно геннадий давайте еще несколько слов о политике я знаю что мы немножко задержались в этом плане вот мне удивительно а почему вы не провластный актер у вас бы было бы столько бенефитов и звание звание плюсы вот я прочитаю по википедии то что вы сказали 8 лет назад мы не можем разогнать государственную думу уволить президента путина или премьера медведева мы не можем этого сделать единственная действительный способ и нам это над ними ржать потому что действительно зло перестает быть страшным когда она становится смешным вообще если бы я не знал что написано что это сказано геннадием смирновым я бы наверное подумал что это сказано ну русо дидро может быть кем-то из великих русских писателей как вы как прокомментируете я не до сих пор честно говоря так я до сих пор думаю я до сих пор чу себя надеждой но я с юмором сейчас это говорю конечно но тем не менее чу себя надежда что песня я тебя своей мизулиной за которой вот когда мы ее записали и она была хитом в течение года каком-то смысле елена борисовну немножко нейтрализовала ну как бы знаете как man in black вот вот этой палочкой и елена борисовна немножко попритихла там выросла дочь которая еще хуже в этом смысле придется видимо еще одно записывать такую вот ритуально для изгнания вот этих демонов изгоняющих демонов а геннадий вот а если наблюдать за тем что тоже в россии происходит вот тоска по сильной руке как вы думаете это вечная такая тема российского общества я имею ввиду это что там дзержинского вспоминают и сталин лучший менеджер и иван грозный значит собиратели земель российских и так далее так далее или это такая как бы сказать чисто советская советского человека ситуация но вот я думаю все таки что это в большей степени советская это советская потому что ведь советский строй чем хуже всего ну вот мы говорим советский строй до смерти сталина вот это самый главный советский период после которого это все уже начало постепенно очеловечиваться да ведь суть его в том что невероятно разнообразную культурно богатую экономически богатую вообще очень разнообразную страну силой насилием крою попытались превратить во что-то единообразное такое чтобы все было одинаковое чтобы все ходили строим чтобы все думали одинаково чего в россии не было ни про даже при грозном этого не раз уж мы его упомянули так или иначе там были другие силы которые с ним боролись и противостояли все это бурлило и так далее а вот советский союз это попытка уничтожить вообще любое разнообразие и вот этот результат мы наблюдали если все время срезать головы которые высовываются из-под воды они просто перестает высовываться в результате во первых наши почти кончились а во-вторых все остальные ты оттуда видят что туда высовываешься и отрубают я думаю что все таки это результат вот советской такой селекции и поколения после советские они все-таки уже в этом смысле отличаются и не и не хотят никакого хозяина который будет им приказывать как а одним из интереснейших фильмов которые я посмотрел в начале уходящего этого года был фильм глубже где где вы играете одного из актеров и это достаточно смелая роль в этом фильме поставлен вопрос о переосмыслении театра как представление действия значит там приходит потом когда все действие приходит скажем так в неготу да когда порнографические актеры становятся главными на сцене приходит президент и вот смысл вот этого как вы вообще относитесь к современному театру что вам нравится в нем или что давайте поговорим что категорично не нравится но мне не нравится когда из театра пытается сделать опять филиал идеологического отдела цк кпсс мне не нравится когда театру ставится именно идеологические задачи как это сегодня происходит снова опять они захотели это делать потому что театр живой театр не должен считаться ни с какими государственными задачами более того это государство как раз и выгодно чтобы свободно творчески развивались разные абсолютно коллективы кому-то нравится там кирилл серебряников и они туда ходят кому то нравится малый театр совершенно противоположный но просто как бы из 19 века творческий коллектив они туда ходят и тогда в стране есть большой разнообразный национальный театр а если они опять хотят рассылать вот эти вот указивки из минкульта какие пьесы ставить там какие темы не упоминать и так далее то это все опять сдохнет то есть ну вот это мы возвращаемся к началу разговора что восемьдесят первом году возможно никто и не думал что недолго осталось но мы-то уже видели это один раз как говорится зачем же вы опять-то повторяете вот эту же самую фигню в том же самом виде не просто ничего не меняя и и с театром происходит опять тоже ну хотят во всяком случае и понятно что в москве и петербурге более свободных таких экономически более свободных и политически более свободных городах проще а если ты там главный режиссер единственного в областном городе театра то конечно ты полностью зависишь от губернатора от местного минкульта и и никто тебе не даст поставить там сорокина как они запишут голыми задницами и наркотой и зачем мы это все будем смотреть никто конечно там и не будет этого делать а будет опять вот как позднем советском союзе тавстоногов прорывы таганка прорывы а все остальное такое будет дохляк идеал коммунистического искусства геннадий вот самым великим на наш взгляд на мой взгляд на наш взгляд а президентом соединенных штатов америки было рональд рейган наше субъективное мнение от нами можно поспорить но на наш взгляд мы считаем что самый великим в двадцатом веке великим президентом был трон аври рейган при этом он был довольно средним актером известным но средним актером ничего выдающегося скажите владимир путин хороший актер или режиссер на ваш взгляд я имею ввиду последнюю пресс-конференцию которую он давал ну последнюю я не смотрел потому что сколько можно пересматривать одно и то знаете есть есть старинный такой апокриф про ленинградского артиста который в 70-х годах когда вышел только сериал 17 мгновений весны до его показывали в 19.30 а утром был повтор там что-то в 9 утра и он всегда отпрашивался с утренней репетиции чтобы посмотреть повтор можно я попозже приду потому что хочу с вами горит там ваня предположим там же ничего другого то не будет это же будет то же самое он говорил а вдруг поскольку я абсолютно уверен что а вдруг никакого там быть не можете давно перестала посмотреть а и думаю что артисту важно а создавать видеть немножко все со стороны значит и если артисту 69 то странно что он до сих пор играть героев любовников там 25 лет ну то есть это можно как бы из пластикой костюмом что-то скрадывается но но вида такой же степени то есть нужно понимать что все-таки там если через амплуа еще можно перепрыгнуть а там играл злодеев стал играть добрых дедушек то из возраста выпрыгнуть нельзя и я не хочу просто смотреть как ромео играет один и тот же народный артист россии вот уже 21 сезон уже все партнерши померли постарели гримерши уволен то есть был просто театр уже 24 раза отремонтировали а он все стоит и и говорит один и тот же текст мне кажется это немножко нелепым вот не в смысле осуждения а я именно вот у меня профессиональный такой взгляд нужно знать нужно видеть себя со стороны как артиста даже если когда-то ты имел успех в этой роли иногда следует остановиться просто геннадий мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу через пару минут вернемся и продолжим нашу замечательную битету не отключайтесь мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго самый популярный радиостанция на среднем западе сша ее ведущие дуар брумер и геннадий брумер и мы продолжаем беседу с российским актером театра и кино геннадием смирновым геннадий вы с нами да я здесь да с удовольствием послушал рекламу хорошая реклама да я бы добавил моему соведущему что мы беседуем сегодня с прекрасным очень интересным актером и возвращаясь снова к вертинскому потому что все-таки это хит сезона если бы не было название вертинский я наверное назвал бы этот фильм одинокий голос человека чисто по александру николаевичу сокурову а как вообще вам вот роль михаила полякова как вы ее строили ну как во первых согласиться на такую роль тоже надо иметь муж там самое главное в этой роли это такой взгляд очень очень одинокого и преданного человек как нам кажется вертинский не очень его все-таки он хочет быть своим а его постоянно в лице мажухина до отталкивают как мы это видели да это правда так и есть и и но там у самого вертинского все-таки есть он проходит какой-то путь от абсолютно такого неприятия что это вообще такое да как это вообще можно и он к концу истории вы полякова приходит к этому да это это человек он не хуже меня а у него своя собственная боль и так далее он все это видит понимает просто уже поздно потому что этого человека уже нет мне просто здесь нравится что и мы сду не обсуждали конечно что эта история не только человеческая она сегодня вообще в россии выглядит как такая не побоюсь этого громкого слова правозащитная потому что эта история маленького несчастного человека уничтоженного агрессивным обществом за его инаковость неважно какую именно вот то что мы говорили в первой части программы да и и он не в состоянии существовать в этом обществе именно из-за ненависти и презрение которое его окружает то есть это невероятно актуальное общественное высказывание сегодня как и вообще весь сериал потому что как вот я вижу александр николаевич я уверен что это он таким и был а это что дуня написала и выстроила это на экране с алексеем филимоновым мы видим историю абсолютно идеального русского гуманиста человека который вот именно прошел путь видел всю войну смерти эмиграцию и трагедию нищеты и постоянного без прием без бесприютности и поиска какого-то дома он все это видел и при этом он не стал таким злобным карликом а наоборот каждому человеку старался относиться по-доброму помочь там они они оттолкнуть и вот эта история она сегодня тоже очень думаю что и в мире она всегда актуальна но уж в россии сегодня она особенно важно и мне вот прям очень приятно что это прямо прошло по первому каналу из насколько я слышал с приличными рейтингами и множество людей посмотрели и открылись себе вертинского именно вот по-человечески как такого большого с большим сердцем гуманиста геннадий я кстати хочу заметить что есть две версии сериала одна версия показанная на стриминговой платформе и другая версия показана по первому каналу значит то что показано я хочу это сказать для тех кто не смотрел сериал вертинский у вас есть возможность посмотреть как одну версию так и вторую версию но обязательно посмотреть потому что пропустить этот сериал это сделать большую ошибку а как вы относитесь к цензуре то что первый канал показа вот у себя сделал ограничение по некоторым моментам снятым и для стриминговой платформы но тут это не вина собственно первого канала он так же как и все остальные вынужден подчиняться тем прекрасным человеколюбивым законам которыми нас регулярно снабжает уже сегодня упоминали эрнст ведь был одним из продюсеров сериала да и конечно с самого начала было ясно что сцены там эротические какие-то с голыми телами с наркотиками они само собой будут купироваться при показе по телевидению и не будут когда на платформе показывать будет то есть это в принципе было заранее оговорено конечно и это не вина первого канала они вынуждены просто на на других каналах вырезали бы два раза больше что называется просто любые намеки уже просто режутся цензура цензура как как всегда создает видимость нравственности при этом эту нравственность убивая она она так работает эта цензура сожалению они добрались уже и до платформ уже говорится что и платформы обяжут соблюдать те же самые цензурные требования что и на эфирном телевидении уже такие разговоры идут и уже закон году поправки к закону уже готовятся так что до цензура и мы о ней говорили как ну и как но ржали типа нового это разве цензура вот при суслове вот это была цензура сейчас в принципе суслов жив ленин сталин же суслов тоже встал родной отец геннадий в один из самых снимаемых артистов актеров в современных сериалах как я считаю и мы обсуждали с моим соведущим эдуардом что это говорит о таланте огромном о дисциплине и огромном профессионализме это я говорю честно я посмотрел ваших за последнее время 4 роли в 4 сериалах и это очень интересно но какое но во всех этих сериалах вы играете отрицательных персонажей это всегда это ващеные подобранные хорошо одетые воспитанные люди но вот у них есть такой и отрицательных персонажи а почему именно такие такие ведь у вас же у вас же доброе лицо в принципе вот именно поэтому именно поэтому потому что если в первой же серии появится мужик который сразу противный ну мы сразу все по нему про него понимаем что там следить а если человек с добрым лицом улыбается нежно смотрит в глаза но как мы конечно ему веришь сразу же а он раз тебе и циничные продажный подонок ну и я думаю что вот такая логика работает другой день я но просто разнообразнее получается но в плане творчества интереснее играть отрицательные персонажи ну конечно интереснее они они сюда с двойным дном они всегда как бы снаружи одно внутри другое и он там предположим выступает на конференции по духовному развитию а приходит и и бьет скалкой жену там ну и так далее это всегда драматически то интереснее намного когда есть противоречия а геннадий я чуть-чуть мы сейчас вернемся к творчеству но все-таки вопрос который бы я очень хотел за задать это то что вот мы говорили по поводу то что развалился советский союз а ваше отношение к михаилу горбачёву потому что многие упрекают его именно его в развале советского союза но мы вот с геннадием думаем абсолютно иначе ваш от нас в согласен михаил сергеевич на самом деле последний кто пытался спасти советский союз другое дело что у него не получилось как я слышал от одного очень умного человека не буду сейчас его называть мне кажется эта формула близка к правде что абсолютно искренний порыв михаил сергеевича преобразовать всю эту махину и просто не хватило времени сил может быть его внутреннего масштаба какого-то не хватило для того чтобы успеть эти задачи выполнить но конечно его вины я не вижу никакой это он действительно искренне хотел изменить страну к лучшему и конечно него сейчас вот это навешивать ах он развалил мог только люди невежественные которые не очень понимают как это все происходило и почему она посыпалась почему это вообще рухнула а геннадий я вам сейчас задам такую форму сейчас я кстати только что михаил сергеевич играл евгений стычкин я не могу раскрывать здесь на подробности но егений стычкин снимает сериал где один небольшой персонаж то он несколько раз появляется поскольку это про горбачевской эпоху как раз михаил сергеевич и я его играл мы обязательно посмотрим вот этой накладной лысиной и так прямо погрузил почти у них родной а геннадий я вам сейчас задам такую формулу а вы скажете что вам ближе политика в театре или театр в политике да я понимаю сложновато вообще-то до сложновато да все такое вкусное не знаешь что и выбрать я думаю что театр если иметь ввиду политику не не только конкретную политическую деятельность да по борьбе за власть или там партийную а политику как вообще общественное какое-то движение обсуждение то она конечно должна быть в театре конечно должна и театр конечно одно из важнейших общественных зеркал где общество в себя смотрится и нормальный современный театр без политики широкому то в этом смысле обойтись не может никак иначе он просто существует отдельно от общества геннадий вот вы знаете самое мое большое разочарование это в трех режиссерах а я считаю их выдающимся великими никита михалков карен шахназаров и владимир бортко в свое время так как мы с вами одного поколения и помним конец восьмидесятых годов эти люди поставили такие знаковые фильмы допустим бортко собачье сердце шахназаров поставил курьер никита михалков всегда ставил приличные великие фильмы ну и конечно его фильм который получил оскар утомленные солнцем что произошло на ваш взгляд с этими людьми потому что слушать то что они говорят это по моему за гранью где-то даже психического понимания да вот я люблю иногда никита сидеть посмотреть потому что если смотреть на это как на такой сатирический перформанс то то это как бы приобретает какие-то дополнительные оттенки в наш чек на полном серьезе говорит что он же серьезно и говорит что билл гейтс выступил и обещал всех чипировать там но и и так далее и он же это не как шутку преподносит а как инфор вот вот у меня есть у меня есть документы вот он говорит тут вот в чем штука как только художник даже большой художник а там никита сергеевич огромного масштаба художник и актер и режиссер абсолютно невероятных возможностей был когда-то как только творческому человеку художнику хочется выйти пасти народы и указывать другим как жить и диктовать свою волю да то есть он же не зря все время намекал на царей на как в свою дубчинскую эпоху как только это происходит талант забирают вот какая-то такая как говорится в господь как выдал талант так в принципе конфисковать может как и как только начинается вот это вот черт собирается на камень и оттуда учит других жить происходит вот это вот чипирование от билла гейтса и ну и так далее вышки 5g вот это вот сразу и начинается это причем почти никому не удалось этого избежать рейган вовремя ушел он же играл раз упоминали его но он играл потом он же стал активистом актерской гильдии да и то есть он занялся общественной работой как бы а потом уже дальше ушел в политику может быть он сделал выбор более правильный чем никита сергеевич иначе тоже бы так поехал кукухой вместо того чтобы стать великим американским президентом геннадий лен фильм в свое время это был один из лучших одна из творческих лучших творческих фабрик советского союза авербах герман можно назвать еще много семена иронович были прекраснейшие режиссеры сегодня как мне кажется остался один александр николаевич сокуров которого мы уже упомянули а что сегодня вообще происходит на лен фильме может наверное сергей снежкин надо упомянуть наверно да ну да да но все-таки масштаб масштаб по чуть-чуть не происходит ничего насколько я вижу лен фильм постепенно превращается в такое около киношное общественно-культурное пространство там есть большой кинотеатр в главном здании лен фильм вот этом с колоннами известная там раньше был просмотровый зал и там проходили партсобрания значит а сейчас вот там сделать кинотеатр очень хороший справедливости ради и постепенно это все обрастает какими-то такими вот около культурными институциями которые скорее всего весь лен фильм и займут а производственной площадкой он уже будет вряд ли вот потому что я сейчас вижу возможно опять же сокуров продвигать эту идею чтобы там была студия дебютов на когда молодые какие-то ребята выпускники киношных вузов или каких-то студий им даются небольшие деньги и полная творческая свобода вот такая студия да было бы очень здорово но что там пока тоже не деньги не находятся и особенно никому это не надо да понимаете сегодня у нас так устроено что интерес большой у каких-то вот деятелей и двигателей возникает когда приходят какие-то большие деньги если их нет то интересно никакого нет она ленфильме их нету да геннадий вот смотрите а последние там сколько лет 20 может 15 некоторые ленинградские санкт-петербургские актеры а перебрались в москву и константин хабенский замечательный актер назначен художественным руководителем мхт если есть ли такое различие между ленинградской санкт-петербургской школой потому что все таки многие еще заканчивали ленинградский институт и московской школы театральной кино вот если какое-то различие как вы относитесь к тому что хабенский назначен художественным руководителем театра такого масштаба но что касается константина он один из немногих людей вообще в индустрии про которого никогда нет и не было никаких гадких слухов каких-то обсуждений что он что-то не то сделал или он что-то наврал или что-то украл то есть это человек с абсолютно идеальной человеческой репутацией то что он большой актер мы и так знаем а какой руководителя не знаю как как у него это получится мы посмотрим во всяком случае он невероятно приличный человек это абсолютно очевидно а разницы между москвой питером в школах уже давно нету это уже так из области мифологии тем более что все это очень смешалось и из питера в москву ехать три с половиной часа на поезде и раз переехал ты в московском театре и и наоборот школой складывается сейчас как скорее вокруг каких-то конкретных театральных коллективов и личностей как стану кирилл семёнович там серебренников да и вокруг него складывается какой-то коллектив артистов которые в чем-то похожи потому что один способ репетиций какой-то метод вот так складывается а между питером и москвой это все стерлась уже раньше был же этот анекдот что это в результате превращается в один и тот же город а последение стоит кафешка в балагом практически это уже так и произошло но для кимки на театральной всей вашей геннадий у нас эта передача последняя в этом году и конечно хотелось бы вспомнить тех кто ушел и жизни их было очень много великих талантливых людей но так как мы говорим с вами с актером петербург из петербурга хотелось бы вспомнить александра рогожкина и нину ургант а не могли бы пару слов именно сказать в память о них ой вы знаете вообще не на николаевна урга казалось что она 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 даже давно не выходил на сцену поскольку живущих пожилая и тем не менее такое ощущение что она вот как-то присутствовала она всегда была одним из таких важных символов до театрального ленинграда потом петербург из рима как присутствовала и над александриевским театром да где она много проработала и везде и и на каких-то театральных собраниях капустниках то есть и вот она как раз и была человеком эпоха и по человекам как за нас из них когда же бог да на белорусского вокзала и не говоря что она и глава династии и иван и андрей львович как это все такое был один большой веселый ургант они сделали прекрасную передачу ургант через несколько дней после смерти не николаевны он иван пригласил андрей сергеевича смирнова режиссера белорусского и они вспоминали и вот что что важно было то что что останется в памяти одни николаевне ургант а значит ну какие-то первые слова понятно скорбные потому что человек ушел но минуты через три они уже начали вспоминать какие-то невероятно веселые счастливые моменты которые были связаны и и сидели просто ржали это говорит о самом главном что она была невероятно живой человек искрящийся творче и талантливый яркий она была очень добрая проекта все знали про них и этот вот след когда вспоминают начинают весело счастливо смеяться вспоминаю это самый лучший и некролог из всех которые только возможны самый лучший когда остается вот такой счастливый радость а александр рогожкин и рогожкин вообще-то вот мне кажется что рогожкин недооцененный все таки режиссер но то есть понятно что он большой мастер и это при жизни говорили и и сейчас но недооцененный в смысле как один из людей которые по-настоящему вот вскрыли наш национальный характер именно в эту эпоху перелома до 90-х годов и он возможно один посмотрел на на народ и его вот мучительную попытку перехода из одной реальность другой так как он тоже кстати комедиями которые не зря стали популярны прямо мемом таким народно национально и это тоже кстати вот от него остаются тоже эти комедии тяжелейшие времена которые все очень тяжело переживали и вот такой взгляд остроумный парадоксальный на на себя на свой народ там на свою какую-то культуру и вот от него это ужасно и в этом смысле он конечно недооцененный он один из авторов вот этого да ну описание такого национального характера связано с 90-ми годами но может быть еще потом акции но вот как и не на николаевна тоже остался от него все-таки этот след комедии и попытки смеяться не над другими не над чужими какими-то людьми а над собой а это самый лучший самый умный самый талантливый смех геннадий у вас есть а такой сериал с таким символическим названием шторм в конце передачи мы хотели бы вам пожелать чтобы в вашей театральной и кино жизни был такой красивые а большой культурный шторм а в следующем году и чтобы этого шторма не было в россии чтобы он не задевал людей чтобы было все спокойно и будем так говорить культурно поэтому мы очень рады что вы приняли участие в нашей передаче хотим вам пожелать всего самого наилучшего творческих успехов и самое главное крепкого здоровья и всего самого замечательного и вашей семье и вашим друзьям спасибо вам спасибо мне с вами было тоже очень хорошо спасибо всего вам самого лучшего в наступающий день смотреть ваши фильмы хороших вам фильмов и спектаклей спасибо да всем пока пока до до свидания до свидания